Впервые талантливая актриса с нестандартной красотой Дарья Юргенс заявила о себе в 2000 году, снявшись во второй части культовой картины Алексея Балабанова «Брат 2». Ее лысая путана по кличке Мэролин сразу же понравилась и запомнилась зрителю. Несмотря на то, что с того момента прошло уже более 20 лет, Дарья до сих пор у многих ассоциируется именно с этой ролью. Однако настоящую популярность актрисе принесла работа в приключенческом сериале «Морские дьяволы», который уже много лет подряд успешно показывают по телевизору. В нем Дарья сыграла отважную женщину-лейтенанта Маргариту Кошкину по кличке Багира. Дарья Юргенс выросла в актерской семье. Ее родители были ведущими артистами Мариупольского театра, а один из предков в начале прошлого века основал знаменитый Петербургский театр Буф, который сегодня носит название «Молодежный театр на Фонтанке». Поэтому неудивительно, что после окончания школы девушка решила поступить в театральный институт, несмотря на отчаянное сопротивление мамы. Дарья Юргенс Наталья Юргенс совсем не хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам, поэтому каждый день говорила. «Дашенька, может ты не поедешь поступать, ну посмотри, ты такая у меня страшненькая, вся в папу. А зачем же ты вышла замуж за такого страшненького?» Возражала ей дочь. Ну, в молодости он был ничего. Оправдывалась мама. Кстати, сама Дарья говорит, что ей никогда не нравилась ее внешность, однако многие находят, что Юргенс обладает изысканной, нестандартной красотой, которая притягивает взгляд. Как бы то ни было, но Даша все же стала студенткой Лгитмик. Сначала она была вольной слушательницей и ночевала в аудитории, а через год ее приняли на курс, назначили стипендию и дали место в общежитии. В 1989 году Дарья вышла замуж за самого красивого парня на курсе Евгения Дятлова, который впоследствии тоже стал известным актером. 20 января 1991 года у супругов родился сын Егор. Мальчик появился на свет аккурат в 23-й мамин день рождения. На тот момент Россия переживала непростые времена. СССР распался. У людей не было ни денег, ни работы, да и продукты приходилось доставать с большим трудом. Молодые супруги перебивались случайными заработками. Вынашивая ребенка, Дарья ходила вечно голодной, поэтому когда мальчик появился на свет, было решено молодую маму с младенцем отправить к бабушке в Мариуполь. Оставшись в Москве один, Евгений Дятлов быстро нашел замену жене и признался супруге в измене. Дарья Юргенс, безумно любившая мужа, едва не наложила на себя руки, но вовремя одумалась, а потом, в отместку, начала изменять ему сама. Тем не менее брак Евгения Дятлова и Дарьи Юргенс продлился семь лет. Самое интересное, что семейная жизнь актрисы со вторым супругом Петром Журавлевым также не смогла преодолеть семилетний рубеж. Возможно, поэтому Даша и не спешит регистрировать отношения со своим нынешним избранником Сергеем Великановым, уже много лет подряд они живут душа в душу, без штампа в паспорте. В перерывах между замужествами Дарья успела завести краткосрочный роман с известным музыкантом и лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком и родить дочь Александру. Девочка появилась на свет 28 мая 2003 года, однако это вовсе не означает, что Шевчук ее отец. Имя родителя Саши Дарья до сих пор держит в строжайшей тайне. Сегодня наследником артистки 30 и 17 лет. Старший сын, Егор, пошел по родительским стопам и стал актером. Дарья говорит, что как только парень собрался в театральный, она заявила ему, если у тебя есть актерский талант, ты и без меня поступишь в театральный институт. И Егор поступил. Сейчас они с мамой играют на одной сцене. Младшая дочь, Даша Александра, оканчивает школу. Пару лет назад, несмотря на возражения мамы, она начала профессионально заниматься танцами и уже добилась больших успехов на этом поприще. Стоит отметить, что и Саша и Егор, рожденные от разных отцов, носят одну фамилию, Лесниковы. Дарья специально записала их на дедушкину фамилию, чтобы продолжить его род, в котором было немало замечательных людей.